Здравствуйте, ребята! Пока там заварушка не началась, я расскажу вкратце, что было в предыдущей серии и что у нас планируется в этой. Генри вызвал меня и Джо, сказал, что есть какой-то план хитрый, доканин план. В этом плане, когда мы приехали, он изложил, что хочет торгануть наркотой. 10 килограмм мы занимаем деньги у некого Бруно, 35 тысяч, отродясь, в руках столько не было. Покупаем у китайцев 10 килограмм кокса, кокаина. Продаем, качестве посредников, получаем выручку 110 тысяч. И отдаем 45 обратно Бруно. Типа, он наварился на 10, мы наварились на сколько там? На 65? Похоже на правду. Мы наварились на 65 тысяч. И Генри говорил по 20 на нос. Себе он там пятеру забрал, а? Прошли. Так вот, мы приехали сейчас к Бруно. И выведите все сами. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обащу. Мне что, мне одинство, у меня там целый арсенал. Бита, ты чё? Тебя сейчас... Созу рук. А, да. И он еврей. Это важно. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Таки, скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошки, как ты? Таки шоу. Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Ты не убедись. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернёшь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идёт. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернёшь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Всё будет в пятницу. Ладно. Не берёмся мы ещё проблем. Выбеду в 35 тысяч двадцатками. Проблем реально не берёмся. Я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жёны ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Смотри, как классно он узнает Библию. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. А я вот Библию не знаю. Но на всякий случай устрет. Только там пару цитат. Деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно. Мы её не планируем. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово. И верну всё в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Да. Мы тоже надеемся. Хотя меня мучают определенные нехорошие предчувствия. Ужасе на склад в горы моря. Потому что реально, вот где мы возьмём ему 55 штук, если дело не выгорит, а? Генри, ты об этом подумал? Дело верное, дело верное. Ну? Ага, только ты потерял ещё 10 тысяч. Ничего себе. Идеальное замечание. Интересно. Ну, неплохо так. 41-го. Беру свои слова обратно. Ахахахахахахахах. Только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Нормально. Знаете, как ты слышал про ростовщика по имени Брун? Не бойся тот же Тим. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортирует чистит Карлов в заведении. Которого всего два пальца на обе руки. Ахахахах, понятно, почему Краб. Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Нашла? Ага, понятно. Ага, да ты не волнуйся, Краб-дебил. Знаете, такого не случится? А мы ещё хуже. Сколько он там задолжал? Небось тысяч пять, десять. А мы тридцать пять. Мм? Понимаете, какие у нас перспективки, а, ребят? И ещё чего? Что-то он мне-то заряжал. Я пока говорил, просто не услышал. А! Вовремя остановился. Они там пронеслись, как просто не знаю кто. Да. Лучше. Намного лучше. Твоя бабушка не смогла бы уйти даже от слепого, одноногого, однорукого бандита, который едет на инвалидной коляске. А сама она будет на гоночном спорткаре. А я на разбитой колымаге умудрялся. Я не могу управлять машиной. Она сейчас пряжется. Нет, смотрите. Интересно. А теперь со мной. Ну, пошли. Я вообще представительный джентльмен. Приветствую, мистер Томасино. Знакомый голос, слушай. Очень знакомый. Где я его слышал? Интересно. Интересное дело. Дэнпай коннекшн. Интересно. Знаете, в игре Shadows of Mordor у вас тут крысы звери. Можно было, если ты идешь рядом с персонажем, который болтает, просто подойти, пойти вместе с ним в одном направлении, и все. Твой персонаж идет вместе с ним, и не нужно ничего делать. Ничего держать. Просто смотри на киношку. Хотя ты можешь там посматриваться вокруг, сам выбирать направление. Джо, давай, пошли. Почему вас обыскивают прямо перед боссом? Перейдем прямо к делу. У вас чемодан достаточно напит. Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично. Унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм это чуть больше двух фунтов. Какой больше? Ну да, действительно, чуть больше. Будем проверять, что это не мука. А, пресс. Я полагаю, это кинематографический кусочек. И если бы я не выкрутил обратно музыку, это было бы что-то интересное. Окей, порядок. Я рад. Следующий раз объем можно удвоить. Это хорошо. Само приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Обычаи совершенно другие. Ну все. Видишь, как просто. Залезай. Пехи килограмм. Это достаточно внушительный объем. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Да, направляемся в Хантерс. У меня все на мази. Хотелось бы верить. Очень хотелось бы. Я скептик в нашей команде. Ну, конечно, даст... Опача. А вот то, о чем я говорил. Добрый день, господа. Черт, подстается мне у вас кое-что есть для нас. Бросьте сунду. Я же говорил, что здесь не все чисто. Какие туфли? Смотрите, эти ребята не копны. Убей, урода! Стреляйте! Хо-хо-хо! Вот это зварушка. Давай мне что-нибудь... Вот. Побольше калибров. Ого! Ребята, вы... Даёте же прикурить. Просновательно так. Шевелите булками. Шевелите булками, да-да-да-да-да. Ну, вы даёте, конечно, прикурить. Это вообще просто пушка. Это свой? Я по ногам не могу понять. Ну, ладно, допустим. Я ничего не могу, честно... Ни в кого стрелять. Ну, пошли, раз ты так настаиваешь. Вито, вынеси дверь. Есть. О, опять кинематографическая штука. Так. Что же мы можем сделать? Что же мы можем сказать? Так, ну, да... Ой-ой-ой. Когда до них дойдёт, будет очень весело, я вам скажу. А до кого там должно дойти? Почему я до него достать не могу? Джод, ты повторяешься. Прекращай. Это не очень весело. Он... Ох, мне надоело, пошли. Кто? Откуда? Это ты, Прокофь? Да, кофе мужского рода. Мне больно, знаете ли. А ребята уже там прошли. Как дерзкие. Меня опять раздражает то, как именно перемещается Вито. Где они там? Я их не вижу из-за того, что из-за помуднения экрана. Пошли вниз. Там разберёмся на месте. Молодец. Молодец. Да, и молодец. Спасибо за похвалу. Это очень ценно для меня. А я крут. Да, ты крут. Молодец, поздравляй. Угу. Вот там вот один самоубийца. Я тоже самоубийца, если что. Аллах, Огбар. Аллах, Огбар. Надо было с гроза туда забежать. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен. Я... Я вам это вырежу. Ой, ой. Кто у меня там? Как умный, а? Ты? Извини, Джон. Я случайно. Ты там на ней жив? Мафия бессмертна. Ребят, я же там никого... Во! Расстрелял как животное. Мне нужен Томми. ПП Томпсона? Серьезно, интересно. Что тут сказать? Действительно интересно. А это на что? Взять что там было? Неважно. Суть не в этом. Ладно, Вита, поплыли. Куда мы плывем? Верное дело, говорит. Эй, я здесь, сволочь! Сразу же хотелось с тобой ссориться. Ну, конечно. Со мной поссоришься, хуже будет. Давай, придумай, чтобы ты быстрей. Придумай что-то. Давай всех перестреляем. У меня Молотова же нету. В машину все не влезут. Ну, понятное дело. Мы в ту машину влезем. Садитесь, ребята. Я... Ща... Ща... Все сделаю. А ту машину что? Извини, Джо, я думал, ты уже сел. Садись. Ого! Вот это нам дали. Короче говоря, ребята, вы держитесь. Я вас сейчас приведу. Через все невзгоды. Чуть не вляпались. О, да. А, ну. Вообще ничто. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Все, оторвися. Смотрите, они уже успели починить... А! Извините, ребята. Убивайте их, убивайте! Если бы вы сейчас видели, что на камеру творится... Это еще не конец. Они гонятся за нами. Все, оторвися. Я постараюсь. Но ничего не обещаю. Они уже успели починить стекло. Это забавно. Полиция, помогайте! Почему за нами полиция гонится? Мы спасаемся! Это с ними нужно разобраться. Не с нами. Ребят, вы там не вывалитесь из окон. Реально. Стреляйте под танкеру. Цистерня. С бензином. Она сейчас как рванет. Да. А вот... Нет, сейчас уже нет. Полиция, почему по нам? Полиция, по ним работайте. Так. Езжайте к складу на Невергрин-стрит. Ну, сделаем. Надо, сделаем. Можно я только в порядок привести? Это что такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были и ряжены. Может, китайозы решили нас надуть? Не думаю. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Витам, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда ли? Мы уже толкаем товар. Раз, два, два, три. Это примерно как... Разным ребятам. Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевален товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то баблата больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парк отрясся, ты бы вообще не пошел. Я отрясся? Слушай, так как есть максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдис Карла. Пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Я уже там был. В жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал. Ну, с талончиками и когда нас чуть не угрохали, потом мы мочили того жердяя на Сентайле. Ладно, ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали, Франтос. И не волнуйся. Сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся? Я вот что-то не очень. Слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Ай-яй-яюшки, йо-йо-й. Я хотел там что-то сказать, но забыл. Ну что поделать. Главное, чтобы на нас париться сейчас не выскочила. Ну понятно как. Женщина. Такая лодинг. 60%. 65. 70. 90. 99. 99. 99. 100. 100%. Ничего не обещаем. А я знаю этих ребят. Привет парни, как дела? А, сходи. Надеюсь, они не узнают. Джо, давай без шуточек. чёрт хорошая дурь джо ты покурать нибудь что ли мы это сделали мы сорвали банк эй эй не гони волну еще не все что такое мрачный генри с каких пор деньги тебя не радуют вот расплатимся с бруно и поделим остатки тогда и будем веселиться ладно джо похоже очень радуется самого по себе факта наличие огромного количества денег смотрите все прям возрадовались что не ребят так дело не делай так дела не делаются все красиво со всеми разобрались все уже вымотались я смотрю интересно куда потом все это распознается ну я имею ввиду что что после этого делается с деньгами джо пошли пока суть до тела новый день новая глава даже явление дракона знакомое название такое ощущение что оно у нас же было 24 сентября два дня спустя что даже на чай на чай на чай не дам только на водку закрой дверь с той стороны вежлив как всегда просто варю уже нафиг отсюда хочешь ко мне эй тут и втроем можно я в этом не участвую женился джо называется или ему что-то в голову ударило одно еду телефон джо не возьмешь или я должен брать я журнал ищу ладно 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 хорошо так уж и быть возьму балаганчик барбара у вас сжата у нас девчата это это генри у нас проблема что за проблема у меня был эти карл узнал про сделку и прислал эти за свои доли и сколько шестьдесят чё много и что нам делать не знаю многовато сплотиться с бруно давай встретимся в парке не телефонный разговор лаговато сейчас буду слишком много знаете ли джо двигаем до детства пошли джо по дороге расскажу так и других цветов у меня нет ладно чушь там девочки заприте за собой у нас дела дела действительно дела дела джо к муж про дела орлу узнал про сделку не думаю поговорим в машине да как разобраться с этой ситуацией я же говорю что если все пойдет наперекосяк то надо решать что делать пока я не знаю что делать направляемся линкольн парк встречаемся конечно ладно и что он тебе с кем же еще порядке вроде да но карла забрал свою долю мать генри так и говорил если он узнает как он рассчитывал немного на то на другое что же нам блин делать я не знаю соберемся что-нибудь сообразим ну да генри придумает что почему генри мозг операции он вообще даже не в семье до конца если он вообще в принципе как-то кроме я не уверен хотя нет подождите он в семье все нормально но все и мне намного меньше чем джо и левита вот генри во дружил ничего не скажешь ладно приедем разберемся как было правильно сказано это еще не конец жизни и что-то решить по этому поводу можно причем скорее всего мне кажется видя генри и его какие-либо в принципе движения действия скорее всего он попытается разобраться с семьей на более высоком уровне и далее как я научился водить машину сказал я заберем исходов свой прямо черт это генри шо произошло чем это они его бьют но вот это да вот это жесть не ну это что за фигня нападающих болит а это подождите это же как раз тут как вы там звали глава группировки и свой не свой платный аду взял да кто же на такое способен авито да они были китайцы видно так я живу убил уже сам как думаешь и глянь бита ты веришь своим глазам и денег вообще так я верю но чем произошло почему у него накинулись я не знаю джо пойдем порассматриваться генри копы займутся это же тот тип что продал нам дурь вон вон или вонг за машину мы потом последуем спасибо что посмотрели да неприятная ситуация я верю что это все плохо кончится давайте успехов